В регионе дан старт большому общественному проекту «Школа права». Это пилотный проект уполномоченного по правам человека в Ненецком округе. «Школа права» призвана объединить молодежь, желающую получить теоретические и практические юридические знания, принять опыт старшего поколения в разных областях права. В рамках проекта планируется проводить встречи с юристами разных категорий, которые смогут представить интересные случаи из своей практики и поделиться с молодежью своим опытом и теоретическими знаниями. А сегодня в здании окружного суда впервые прошло модельное судебное заседание. Все роли исполнили школьники «Школы права». Такое происходит в здании суда не впервые. Рассматривается исковое заявление о восстановлении трудовых прав. Если ситуация является вполне реальной, то все имена вымышленными, а совпадения случайными, потому что само заседание не настоящее, а модельное. В роли судьи, секретаря, истца, защитника, прокурора и свидетеля, участники уникального проекта «Школа права». Представитель, у вас есть вопросы? На вашу честь есть вопросы? Пожалуйста, скажите, пожалуйста, 1 января 2017 года Василий Викторович находился на рабочем месте? Находился. Для ребят это первый опыт участия в подобном проекте. Многие из них впервые находятся в зале судебных заседаний, но справляются с ролями достойно. В мантии судьи сегодня Елена Бармаченко, бессменная участница клуба молодого избирателя «Мой выбор», давно интересуется правом и не упустила возможность поучаствовать в большом общественном проекте омбудсмена. «Ощущение очень волнительно, переживала. Хорошо, что аудитория спокойная была. Никто не шептался, ничего нормально было. Можно сказать, поддерживали». Идея проведения практического занятия в настоящем зале судебных заседаний за живыми участниками процесса принадлежит председателю окружного суда Евгению Мартынову. К воплощению идеи тщательно готовились, репетировали и проговаривали сценарий. И пусть не всё прошло гладко, но этот опыт станет для ребят бесценным. Повышение правовой грамотности уже давно назрело в обществе, отметил заместитель председателя суда НАУ Александр Лисицын. «Проведение вот таких игр, таких мероприятий – это одна из возможностей донести до вас, до нашей молодёжи, что всё-таки на самом деле происходит у нас в судах, как рассматриваются эти дела, для того, чтобы вы в дальнейшем, при наличии такой необходимости, ну, по поводу работы в органах прокуратуры, суда уже, если это она сказала, чтобы вы не боялись обращаться в суды за разрешением своих споров, пусть по трудовольству или гражданско-правовой спор будет, ну, и примерно хотя бы представляли, да, как я уже сказал, что же всё-таки происходит в суде». Модельное судебное заседание стало одним из первых практических занятий для участников школы права. Впереди ещё больше практики и теории. Лекции ребятам будут читать опытные практикующие юристы. В просветительском проекте принимают участие активная интересующаяся молодёжь, уже знакомая по клубу молодого избирателя, рассказывает омбудсмен Лариса Свиридова. «Их гораздо больше интересует весь спектр отраслей права, потому что сегодня они могут сталкиваться с вопросами ЖКХ, оплаты, да, ЖКХ, им нужно иметь знания, завтра они могут с лёгкими кредитами столкнуться, им опять нужны знания, а послезавтра они могут столкнуться элементарно с соблюдением прав автомобилиста на дороге. И всё это мы стараемся в своих лекциях охватить. Ну и самое главное, все проблемы, которые связаны с работой в госорганах местного самоправления, всё, что входит в обязанности у полномоченного. То есть разъяснение деятельности полномочий, да, органов власти местного самоправления, координация, ориентирование. И вот этот проект мы начинаем с судом Ниньского автономного округа и прокуратурой Ниньского автономного округа». По словам Ларисы Свиридовой, в школе права предполагается несколько отделений в образовательных учреждениях, профессионального образования, в муниципалитетах и в окружных организациях, где есть молодёжь, получающая первое высшее образование заочно. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал Север.